Валентина Скворцова Валентина Скворцова Валентина Скворцова Здесь нет своих магазинов и медпункта За всем приходится ездить в город Мы уже написали вовсе, какие только можно инстанции Что Владимир Владимировичу писать? Он вроде делами занят, никак не в нашей деревне Не знаю, куда еще В период ледостава в прошлом году Аэросани уже доказали свою эффективность Организовать регулярное сообщение между островом и Большой землей Пока нет возможности Сейчас планово мы этого делать не можем Поскольку у нас одна группа в Котласе Вторая в разъезде Тоже в той мы ездили По работам Третья здесь в Архангельске Но по мере необходимости По заявке мэрии города Мы эти работы проводить будем Какой выход из ситуации Что говорят жители островной территории и власти Сейчас сюжет на эту тему готовится к эфиру Смотрите его в программе Автограф дня в 19 часов 20 минут На телеканале ТВ-Центр С начала прошлого года Оформить пенсию без визита в пенсионный фонд Смогли свыше 2,5 тысяч северян Напомним Возможность обратиться за назначением Страховой пенсии через работодателя У жителей региона появилась в 2016 году Кадровые службы имеют право Заблаговременно направить в пенсионный фонд Имена и документы сотрудников Которые намерены в ближайшие 12 месяцев Завершить трудовую деятельность Данные отправляются в электронном виде Новая система избавляет работодателя От лишнего бумажного документа оборота Для самого сотрудника Значительно сокращается количество визитов В пенсионный фонд Не должен сегодня человек сам ходить Собирать эту информацию Брать трудовую книжку Снимать копии и так далее Тем более, что сегодня Практически уже у работодателя Есть для этого, ну скажем, основа Поскольку всю отчетность сегодня В различные государственные органы Он предоставляет в электронном виде И точно так же в электронном виде Он может предоставлять информацию Необходимую для назначения пенсии Дистанционное назначение пенсии Возможно в случае, если у организации Заключено соглашение об электронном взаимодействии С пенсионным фондом На сегодняшний день его подписал Лишь каждый десятый работодатель региона В Архангельске стартовал Очередной этап акции Электронная полиция Она призвана помочь северянам Получить различные документы Через единый портал госуслуг Например, зарегистрировать Транспортное средство Также без визита в полицию Можно получить справки О наличии или отсутствии судимости В минувшем году Такой возможностью воспользовались 39 тысяч северян Через портал госуслуг Можно даже получить справку о том Имели ли вы когда-либо проблемы с наркотиками А также получить необходимые справки и лицензии Для привлечения большего количества граждан Мы сократили сроки предоставления Государственных услуг При подаче заявлений в электронном виде С апреля 2017 года У граждан появилась возможность Подать заявление А также получить справку Теперь не выходя из дома И без посещения органов внутренних дел Через единый портал государственных и муниципальных услуг Все документы, получаемые через интернет Имеют такую же силу, как бумажные Ведь они подкрепляются электронной цифровой подписью Добавлю, что за 6 лет работы Услуги в электронном виде Получили более 300 тысяч северян Областная книга года Перелеснула очередную страницу В Архангельской библиотеке имени Добролюбова Наградили победителей регионального юбилейного конкурса Книга года 2016 Он состоялся в 15-й раз Какой житель области Не слышал о поморской энциклопедии Ее завершающий пятый том Города, районы и люди Архангельского севера Стал настоящей летописью нашего региона 1130 авторов 1007 страниц Около 3000 статей Летопись малоизвестных фактов истории Поморского края Рассказ о мужественном северном характере После войны прошло 4 года Но люди так трудились, что в совхозе Черевковский Пяти человекам присвоили сразу звание героя соцтруда Котловский район 8 героев Советского Союза Маленькая территория 8 героев Советского Союза Поэтому вот таких моментов Очень много для меня были открытиями История конкурса Книга года Началась с группы энтузиастов Писателей, художников, полиграфистов и библиотекарей Которые собрались вместе и решили конкурсу быть Благодаря этому конкурсу появляются традиции Очень много появилось книг Посвященную трудовым коллективам, работающим в Архангельской области Появились книги, и это радует для детей Появились художественные книги в большом количестве Конкурс проходил в 4 основных и 5 специальных номинациях Лучшим автором книги о русском севере признали Людмилу Жирову-Казинскую за сказки бабушки Просковьи Которая окунает в жизнь северной деревни начала 20 века Здесь и костюм, здесь и вышивка старинная Здесь и архитектура Здесь очень много полезных Потом этнографических очень много Словарь очень интересный Для детей тоже очень полезный Что такое ткацкий стан Что такое оприя шконская При сбитве типографии взяли северодвинцы за альбом Лики России Лучшим художником стал Александр Щелкунов С книгой о Северном хоре А в борьбе издательств победил Софу С пятым томом Поморской энциклопедии Завтра в Архангельской области Стартует всероссийская акция Георгиевская ленточка В этом году можно будет не только получить, но и узнать, как правильно носить ленту Всего их планируется раздать 200 тысяч Вообще Георгиевская ленточка – это один из наиболее узнаваемых символов, атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне А также это символ, который указывает на уважение к ветеранам Выражает гордость за свою страну В Поморской филармонии прошел благотворительный концерт Зрители – воспитанники детдомов и школ-интернатов 170 архангелогородцев купили билеты на концерт и подарили их детям Всего на концерте побывали 300 ребят из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска Так как Пасха – праздник, в принципе, добра и милосердия То мы подумали, что оркестры филармонии тоже должны внести свой вклад в этот фестиваль Полную информационную картину дня смотрите в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-центр Спасибо за внимание и не прощаюсь